Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня продолжаем разговор о ситуации на финансовых площадках. Тема заявлена следующая. Возобновление роста или падение. Ну такая, я бы сказал, философская тема. Я бы даже интонационно ее вот так подчеркнул, да? Возобновление ли роста или падение нас ждет в ближайшее субботу-воскресенье. Ну, в субботу-воскресенье вряд ли нас что-то такое ждет, потому что это выходной. А осталось за выходных еще два дня, четверг и пятница. Поэтому и посмотрим, что нас ждет как минимум в эти оставшиеся дни. Я представлю моих гостей. Это Олег Абелев, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Реком Траст». Добрый вечер, Олег. Добрый вечер. И это Игорь Нуждин, аналитик «Номос Банка». Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер. Как настроение у вас? Как обычно. Как обычно. Боевое. Вот. Вот это мне важно. Это мне важно. Настроение боевое. На таком рынке только боевое настроение каким-то образом поддерживает. Если бы у нас еще настроение было. Швах. Рынок швах. И настроение швах. И жизни никакой. Отлично. Значит, информация для слушателей. Уважаемые мои слушатели, я напоминаю, у вас есть возможность позвонить в студию по телефону прямого эфира. Назову его 6510996, код москвичный 95. Либо вы можете открыть сайт финам.фм, да, и, собственно, написать свой вопрос, опубликовать его на этом сайте. Я его прочту, и мы весело, непринужденно будем на него отвечать. Все вместе. Так, ну, а традиционно начнем наш разговор с того, что посмотрим, что происходит на финансовых площадках. Я рисую картину масла в Москве 1806. Итак, внимание. Внимание. Так, ну что. Dow Jones вместе с S&P 500 прибавляют. Первый 0,2%, второй 0,5%. Но, тем не менее, после вчерашнего падения, вот это было, это было по-джентльменски. Да, с их стороны небольшой отскок. Значит, наши ребята сегодня были скучны, и, собственно, эта скука видна в котировках. За меньше, чем час до закрытия РТС чуть выше ватерлинии 0,3%. 1488 текущая котировка. И, соответственно, индекс ММВБ совсем близок к нулевым отметкам, я имею в виду, сегодняшних торгов 0,05%, да, сейчас он выше нуля. И его текущая котировка 1461. 1461 пункт. Сырьевые рынки продолжают радовать глаз, ну, как минимум. Сознание мое, они не радуют при этом, я вам хочу сказать. А глаз радует. Брэд, 114 долларов за унцию торгуется, и мама не горюй называется. Откуда, чего берется, вообще странно. Золото 1770, текущая котировка после вчерашней коррекции, да, опять он в середине диапазона стоит. Евро-доллар закрепился таки, теперь уже выше 29. Вот он тоже диапазончик себе хороший такой сформировал, кстати. Внизу 28, вверху как раз вот эти максимумы, да, там, в районе 31,5. И, в принципе, я думаю, агрессивные валютные спекулянты, да, клепают, сидят. Здесь купил, здесь продал, здесь купил. Что еще надо-то нам? Нормальный, как говорили раньше, да, нормальный добавка к пенсии. Значит, основной набор голубых фишек. Скучнее некуда, вот ничего не видел скучнее, да. Самый большой, ВТБ сегодня, 0,8% прибавил, остальные все практически у нуля. Скука, скука. И после этого надо вот так сказать, в возобновлении ли это роста, да, и в падении. Смешно. Ну да ладно. Итак, действительно, ситуация близка к нулю, я бы сказал, да. Ситуация скучная на финансовых рынках. В общем, ничего практически не происходит. Поэтому, Олег, где искать торговые идеи? Давай, колись. Ну, вначале надо сказать о том, что, в общем, ничего удивительного в том, что, вот, вы сейчас говорили, нету. Действительно, даже фактор относительно высокой нефти не сильно влияет положительным образом на российский рынок. И если мы посмотрим не только на рынок нефти, но на рынок металлов, тот рост, который был второй половиной июля, август, он, в общем, тоже замедлился. И рынки металлов тоже вошли в довольно четко обозначенные боковые диапазоны. Собственно, как я говорил уже неоднократно, и предыдущие эфиры о том, что основные идеи, сейчас российский рынок, мы заметили уже, что нефтяной фактор не является таковой. Абсолютно. Нет, 114, а мы лучше. Нужно черпать где-то на внутреннем корпоративном секторе. То есть, должны быть какие-то... Меня сразу, извини, у меня аналогия. Нужно черпать на внутреннем корпоративе. Ну, и это тоже важно. Сейчас самое, да, самое, сесть где-нибудь, понимаешь, в уголочке. Ну, мне думается, что какие-то сильные, долгосрочные инвестиционные идеи в ряде эмитентов все-таки найти можно. И они, безусловно, для инвесторов будут, наверное, фактором в пользу покупок. Если же говорить о спекулянтах, то тут все зависит от того, какой настрой у спекулянта. Для некоторых спекулянтов то, что происходит на рынке, это, что называется, счастье и рай земной. Потому что есть возможность как раз поработать на таком состоянии пилы. Но если говорить о причинах, почему это происходит, ну, помимо там общих рисков, страхов, неопределенностей, конечно, стоит назвать продолжающуюся специфику капитала, которая перетекает в Россию. Все-таки в большинстве, в последнее время, да, в большинстве случаев этот капитал носит характер, конечно, не долгосрочного, а спекулятивного. Объемы торгов, как мы видим, несмотря на то, что летний период закончился, по большому счету сильно не увеличились. То, что произошло в Америке, старт программы QE3, по аналогии со стартом программы QE2, лишь спровоцировал спекулянтов на поднятие котировок и индексов всего лишь на несколько дней, после чего... Три дня было, даже два наверх. Абсолютно то же самое, что было после QE2, когда несколько дней был всплеск вверх, после чего была небольшая консолидация, потом движение вниз. А сам по себе факт того, что инвесторы и крупные зарубежные фонды, в большом счету, долгосрочно инвестировать в Россию не хотят, а ток капитала продолжается, вот, по данным Центрального банка, уже, по-моему, мы приближаемся к прогнозам значения, ЦБ на 2012 год планировал 65 миллиардов оттоков, мы уже вот 57,7. Я напомню, в прошлом году было 82,4, то есть мы, по всей видимости, даже, наверное, и... Перегоним еще три месяца. Да, да. Поэтому, в общем, ничего удивительного в том, что мы наблюдаем такие малые объемы и такое боковое движение на рынке, на мой взгляд, нет. Я понял. Игорь, что-то добавишь? Ну, на самом деле, действительно, боковое движение, которое сейчас происходит, оно вполне закономерно, вот, и связано с тем, что, ну, если брать глобально, то инвесторы сейчас просто хотят понять, насколько вот те действия регуляторов, которые были совершены, они будут эффективны, да, то есть вот... А как они могут понять? Должно пройти время? Должно пройти время. И вот сейчас, скажем так, идет некоторая пауза, да, там, до ожидания появления, подтверждения эффективности тех или иных мер. Вот. Скорее всего, первые какие-то сигналы мы будем получать в конце октября, начале ноября, когда будет выходить первая статистика сентябрьская и октябрьская, да, там, которая теоретически, ну, может быть, даже и практически должна уже в себя включать, включить вот те меры, те меры, которые... Последний, вот, в частности, да, рынок труда, статистика по рынку... Сегодняшняя статистика, например, по рынку труда, она как бы косвенно, да, подтверждает, то есть число заявок на пособие безработицы упало до минимального уровня с 2008 года. То есть там, в принципе, показатель у них в лучшие их времена, там, 2004-2008 год, было где-то порядка 300 тысяч, да, там, обращений, сегодня вот цифра 319, да, там, то есть это туда. Нельзя, конечно, по одному этому показателю сказать, что вот, да, действительно... Заработало. Все заработало. То есть, соответственно, вот набор сигналов, да, там, вот об эффективности мер поддержки, он даст, как бы, рынку направление. То есть, если эффективно, если действительно будет какое-то оживление экономики, в принципе, все программы количественно... Ну, все программы поддержки стороны регуляторов, они имели эффект на экономику. Вопрос только в том, насколько это долго. Вот последние, например, те меры, которые принимались в декабре, там эффект длился что-то в районе двух кварталов. То есть, в принципе, здесь можно ожидать где-то вот такие, как бы, горизонты. То есть, рынок начнет какое-то движение ориентировочно где-то в конце октября, середина ноября. Середина, наверное, там, кстати, в начале ноября еще выборы, да? Да, тоже хотел добавить, согласен с тем, что какое-то более-менее сформировавшееся мнение и суждение по рынку, да и движение рынка мы, наверное, увидим после первого воскресенья ноября. Олег, я прошу прощения, давай мы об этом продолжим, сейчас послушаем новости на Финам. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, мы продолжаем на Финам.ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев, рассуждаем о текущей ситуации на финансовых рынках, что нас ждет в ближайшее время. Обсуждаем также торговые идеи, даем прогнозы, в общем, все как всегда. Точим ножи и ножницы. Это что-то из детства мне сейчас, из детства. Точить ножи и ножницы, да. У Катаева, по-моему, какой-то был рассказик. Там дядька ходил, скрипел и кричал. Ну да ладно. Сегодня мы в эфире в следующем составе. У меня в гостях Олег Абелев, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Рекомтраст» и Игорь Нужгин, аналитик «Номосбанка». Добрый вечер еще раз, господа. Итак, значит, давайте продолжим. Собственно, Олег, да, есть все добавить или уже ладно, все понятно? Идеи нету? По поводу оттока мы начали. По поводу оттока я просто хотел сказать, продолжить мысль. Насчет того, что действительно, наверное, раньше начала ноября в комплексе влияния данных статистики и ситуации с изменением, возможно, либо сильным, либо частичным видоизменением политики регуляторов, наверное, ждать не стоит, потому что до этого пока не будет известны результаты выборов президентских в Америке, первое воскресенье ноября, понятно, что больших изменений, наверное, ждать не стоит. Что касается тех событий, которые могут повлиять как-то на рынки, на их поведение, на изменения, возможно, это будет первое заседание ФРС, комитета ФРС после уже президентских выборов, на котором, может быть, будут изменены какие-то приоритеты, ориентиры, на которые нам мягко, может быть, намекнут. Все будет зависеть от исхода выборов. И, собственно, та история, которая продолжается в американской экономике, если уж мы начали говорить про нее с дефицитом, с потолком госдолга, я напомню, что уровень 16,5, он неумолимо приближается, сейчас вот уже где-то там 16,1, и по расчетам где-то к концу января, чуть там дальше, чем ноябрь, но все равно к концу января, к началу февраля, вот до этой планки экономика доберется. И именно в контексте вот параллельного наступления вот этих двух событий, президентских выборов и наступления этого потолка, будет очень интересно послушать, что же будут говорить чиновники ФРС, скажем так, после президентских выборов, как они поменяют свой тон. Возможно, это довольно сильно отразится не только на российском, на мировых площадках. Ну, прежде всего на мировых, конечно. Ну, российскому опосредованному, понятно. Давайте у нас пошли вопросы, потому что достаточно много их. Ну, вот такой, я бы сказал, позволяющий порассуждать. Константин А, наш слушатель. Добрый вечер, уважаемые господа. У меня такой вопрос. Все центральные банки начали печатать деньги. А не могли бы вы рассказать механизм, как эти деньги попадают в реальную экономику? Ну, или, в принципе, как все этот механизм работает? Игорь. Ну, прежде всего эти деньги уходят в банки, а банки уже являются проводниками. Но вся проблема заключается в том, что здесь в последнее время банки как раз-таки и замыкают на себе. Проводниками не являются. Да, то есть, они в виде как бы риски в реальном секторе, да, там, я имею в виду здесь не только, как бы, я имею в виду глобальные, да, там, банки, то есть, что уже вопрос именно о регуляторах мировых, вот. То они, в принципе, эти денежные потоки замыкают на себе, но отсюда мы и видим, почему и происходит оживление, да, там, на фондовых рынках, да, там, потому что банки получают дешевые деньги. Они их вынуждены куда-то размещать, да, там, и в качестве таких вот источников размещения и являются фондовые активы. Причем, вот я, извини, перебью, причем я бы подчеркнул, вот, то, что Константин, да, сформулировал вопрос, как, не могли бы рассказать механизм, как эти деньги попадают в реальную экономику, а вот в реальной экономике... Вот это вот хорошее такое, так сказать, расставление акцентов, поскольку в идеале, в идеальном механизме финансирования, действительно, центральные банки предоставляют денежные средства, если это необходимо, банковской системе и банковской системе, наряду там с другими секторами, в том числе, является... ...посредником в процессе перетока капитала из финансовой сферы в сферу, скажем так, производства, да, реальных сфер. Это как в книжках написано, в учебниках. Это как написано в книжках, но, к сожалению, то, что мы наблюдаем сейчас и в европейской, и в американской экономиках, очень далеко от того, что мы наблюдаем в книжках. В первую очередь здесь надо, конечно, сказать о мотивах, которые преследуют те или иные банки. В общем-то, не секрет, что денежно-кредитную политику в том числе, ну, посредо, я не говорю прямым образом, в Америке определяют даже не только ФРС, но и крупные транснациональные корпорации, крупнейшие инвестбанки американские, которые в том числе распространяют свое влияние не только на США, но и на другие части света с экономической точки зрения, и на Юго-Восточную Азию, и на еврозону. И понятно, что в первую очередь блюдутся их интересы, и естественно, что они очень заинтересованы в получении так называемых дешевых денег на льготных условиях, после чего оценивая риски, с которыми они сталкиваются, они понимают, что кредитовать те или иные сектора им просто невыгодно. С одной стороны, для них это, конечно, хорошо, с другой стороны, мы видим резкое снижение темпов промышленного производства, и мы видим так называемый риск появления пирамиды финансовой. Собственно, то, что произошло в Америке в 2008-2009 годах, причины этого кризиса, корень лежали не в реальном секторе, связанном с ипотекой, но тем не менее, опосредственно все это повлияло, и так или иначе распространилось и на реальный сектор в том числе. Что касается рынка труда, абсолютно согласен с тем, что ФРС ориентируется на положение дел на рынке труда, собственно, в уставе, скажем так, организации, которая еще в 1913 году была образована, так и написано, что помимо поддержания устойчивого курса национальной валюты, американского доллара, еще одной целью ставится обеспечение необходимых условий для эффективного развития рынка труда и занятости. Поэтому, в первую очередь, конечно, регулятор смотрит на эти данные. Вот в комплексе все вот эти вещи, интересы инвестбанков, желание застраховать себя, не передавая деньги дальше в реальный сектор, ситуация на рынке труда, оно, собственно, все эти вещи в комплексе определяют текущее положение дел. Мы видим, что крупные банки бегут от риска, мы видим, что небольшие инвесторы, некрупные фонды испытывают нехватку средств. Мы видим, что это опосредованно отражается не только на развитых, но и на развивающихся рынках, в том числе и на российских. Ну да, спасибо, спасибо за подробный ответ. Значит, есть еще несколько вопросов. Ну вот Андрей рассказывает старый анекдот. Андрюш, извини, я уж не буду его цитировать в эфире, это я со слушателем сейчас общаюсь, потому что он бородатый уж сильно. Про трейдера с аналитиком в лифте. Ну да. Так, значит, вот Юрий спрашивает, задает вопрос, но это крик души. Здравствуйте, уважаемые гости. Скажите, пожалуйста, разве в развале энергетического сектора, ну отечественного, естественно, виноваты иностранные инвесторы с оттоком капитала? И дальше, подожди, может Чубайс со своей рефоритой? Что-то его давно не слышно. Ну вот, благодаря вам мы опять о нем услышали. Что вы скажете по поводу УКК-2? Ну, сейчас, с УКК-шками пока. Вот, Олег, да, у тебя эмоции сразу проявились. Кто виноват в развале энергетического сектора? Ну, я бы, знаете, сказал бы даже ответом, поставил бы вопросом, не кто виноват, а что виноват. Да, да, да. Поскольку, если рассматривать энергетический сектор наш в комплексе, это довольно длинная и весьма грустная история. Грустная. Грустная она даже не столько в силу тех последних событий, которые происходили в секторе. То есть, вот мы видим, например, в 2008 году произошло разделение монополиста, происходил процесс дифференциации. Сейчас государство и правительство уже поговаривают о обратном процессе, о процессе интеграции. То есть, не очень понятны долгосрочные цели в данном случае. Понятно, одной из целей реформы 2008 года было привлечение капитала, причем, я замечу, не спекулятивного, а долгосрочного прямого капитала. Но все закончилось тем, что любой капитал, в том числе и долгосрочный, и частично спекулятивный, он приходит только в те сектора, которые могут создавать хоть какую-то стоимость. Значит, я не говорю, что 100% нашей энергетической отрасли не могут создавать ее. Словно они ее создают, если бы они не создавали, у нас бы не было электроэнергии. Но степень износа основных фондов в отрасли, он просто зашкаливает. Все мысливые и немыслимые уровни. Ну вот, для примера, ряд станций, электростанций за Уралом в ряде сибирских регионов, значит, отмечен тем, что основные энергоблоки на них были построены еще до войны. И они до сих пор действенны. Да какое надо уточнить? Ну, там у нас есть Первая мировая и Берлистическая. Великатизм, Великатизм. Да, потом Барнастополеонов. Хотя, знаете, не исключаю, что где-то есть и станции, которые... Да, я тоже не исключаю. Но дело в том, что вот как раз проблема с изношенностью фондов, она, будь то российский, будь то иностранный инвестор, она для него является ключевой. Для российского она является причиной не инвестировать, потому что он, примерно, понимает, какое бремя он на себя положит. А для иностранного он интересен точно с точки зрения спекуляций. Вот мы заметим те активы компаний, где более-менее весомую долю имеют иностранные инвесторы, иностранные резиденты, скажем, иностранные государства. Там, ну, относительно можно говорить о неком улучшении этих показателей, да, изнашиваемости оборудования. Если же говорить в целом, то вот эти две вещи – изнашиваемость и относительная неопределенность в планах, чего же мы хотим от отрасли, мы хотим дифференциации, мы хотим создания дополнительной стоимости, мы хотим усиления контроля, интеграции и так далее. Вот эти все вещи как раз определяют отсутствие спроса в большинстве, у большинства инвесторов на бумаге этого сектора. Беда, беда. Ну, вот я по поводу твоего замечания, да, что сначала вроде все поделили, а теперь давайте опять... У меня вообще, знаете, я садатская, вот сейчас мы милицию в полицию перенадали, а через какое-то время обратно это сделать. Причем никто не знает для чего, ну просто надо же что-то делать. Причем я заметил, что согласия в умах даже относительно интеграции нет. Кто-то говорит, что надо, кто-то говорит, что не надо. Давайте просто делать, а вдруг оно что, вдруг оно получится. Это вот, конечно, беда. Игорь, смотри, вот есть еще вопрос от Юрия Жи по поводу УГК-2. Прокомментируешь? Ну, здесь я вряд ли смогу прокомментировать. Единственное, что я могу добавить к словам своего коллеги, это то, что, да, действительно, что необходимо инвестору, инвестору необходимы понятные и четкие как бы правила игры. Если их, соответственно, нет, то он не идет. С учетом того, что происходит как бы в нашей энергетической отрасли, где по правилам игры постоянно меняется, даже с точки зрения регулирования тарифов, да, то есть по тарифам инвестор не может себе как бы отбить, да, или он не понимает, как это будет меняться, да, там, вот-вот отсюда. Это тоже одна из основных проблем отрасли. Да. Проблем отрасли и не только отрасли. Добавишь еще? Ну, я вот, можно что касается УГК-2, буквально пару слов. Не говоря конкретно, вот те компании, на базе которых планировалось проводить интеграцию энергетических активов, о которых вот в последнее время говорилось, в ряде этих компаний УГК-2 участвовало в качестве одной из компаний, не на базе которой будет проходить интеграция, а которая будет участвовать. Если говорить с точки зрения перспектив, по большинству этих компаний, на примере УГК-2, то для инвестора, по большому счету, есть два варианта. Либо эти бумаги продавать из портфеля, не зная о дальнейших перспективах и не рискуя, либо оставить их в какой-то доле в надежде даже не на рост рыночной стрёмости, а в надежде на какую-то оферту, которая, возможно, будет объявлена с премией к рынку, если будут какие-то процессы, реорганизации. Вот, собственно, и все. И такая история касается не только УГК-2, но и большого количества компаний. И мы постоянно вот в таком с вами находимся состоянии. Хорошо, значит, мы сейчас слушаем новости на финал МФ, а потом продолжим. Ну что ж, уважаемые слушатели, продолжаем наш разговор. На финал МФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Ну и обсуждаем ситуацию на финансовых рынках. Давайте начнем сразу с вопроса. У нас есть звонок. Ждет наш слушатель Владимир. Соответственно, сразу же и говорим. Владимир, добрый вечер. Вы в эфире говорите. Добрый вечер. Хотел вопрос такой задать. Вот сегодня, по-моему, СНП понизил Испанию, вероятно, на два пункта. Вот осталось еще одно агентство будет. Я понимаю, что сейчас как бы после 2008 на рейтинге агентств уже никто не реагирует. Не факт, не факт. А, ну все же, да. Вот как бы сейчас так особо не... Причем на две ступени. И вроде как никакой особо сильной реакции нету. Но все-таки, мне кажется, не может пройти мимо так уж прям, чтобы совсем никто не... Вот если можно, да. Вот эту тему. Чем грозит? Это что-то. Что как вообще. Спасибо за вопрос. Спасибо. Давай. Ну, я думаю, что эту новость стоит рассматривать не отдельно, да, а в контексте вот следующих событий. Как мы знаем, сейчас вопрос об обращении Испании в фонд стабильности вот за помощью денежных средств, которые должны из фонда есть быть выделены, он как раз будет решаться в ближайшее время. И в том случае, если все-таки страна не обратится, или средства не будут предоставлены в должном объеме, тогда эти две новости в комплексе, они как-то сыграют. А в целом, что касается... Извини, пожалуйста, я таким образом почему-то захотел порассуждать. Действительно, Испания никак не обращается, да. Ей уже говорят, ну, обратись, нам надо проверить, как ЕСФ-то работает. Она никак не обращается. Они нарисовали бюджет, он хороший. Тут выходит РМФ, помните, да, и говорит, не, а вы что-то там нарисовали не то. Вы нарисовали, что у вас будет снижение на 0,5 ВВП процент, да, а мы вам говорим 1,3. Она говорит, вы неправильно считаете, да, испанцы говорят. Тут раз, ребята подсуетились, рейтинг говорит, Испания, у вас, вот смотрите, мы вас на 2 направления. Вы знаете, тут вот то, о чем вы сказали, да, здесь очень такую большую роль играет роль прецедента. То есть пока, собственно, самих фактов обращения не было, вот, допустим, будет первый факт. Очень внимательно нужно относиться к различного рода критериям, которые дадут возможность стране обращаться. Допустим, вот сейчас Испания обратится гипотетически, я не знаю, чем это закончится. Через какое-то время ее, к примеру, захочет последствия быть, кто-то еще из проблемных стран. Но наверняка возникнет желание у представителей этих стран, несмотря на бокровое количество наблюдательных логинов, каким-то образом этим критериям начать соответствовать. Я вот напомню историю с даже вступлением в стран в зону евро этих проблем. По ряду стран-то критерии, мягко говоря, не были соблюдены, когда зона евро создавалась, за что сейчас еврозона частично и расплачивается. Поэтому эти все вещи нужно рассматривать в комплексе, я думаю. А рейтинговые агентства, они, по большому счету, действуют, ну, глобально они действуют сообща. Есть три основных агентства, которые примерно смотрят на поведение друг друга и определяют основные, скажем, моменты, на основании которых можно опереться в выставлении того или иного рейтинга. Если глобальный тренд идет в какую-то иную сторону, то второе, там, агентство или третье, я имею ввиду из глобальной тройки, оно никогда не последует... Назови их всех троих. Фич, Moody's, S&P. При том, что есть ряд других некрупных агентств, которые чаще идут вразрез с мнением основных трех. Но просто их мнение не столь активно афишируется, хотя... Стриган Джонс или китайское агентство рейтинговое. Я думаю, что это было бы гораздо интереснее, как бы в комплексе оценивать. Хотя, тем не менее, политика, она очевидна и понятна. — Ну, на самом деле, похоже на шантаж действий S&P, да? — Ну вот, я тоже, да, мне показалось. — Как бы стимулирует Испанию за обращением финансовой помощи. Но какая здесь, может быть, логика? Если Испания не обращается за финансовой помощью, у нее те проблемы, которые сейчас есть, они начинают как бы ухудшаться, растет стоимость ее долга на рынке, становится более дорогое привлечение для страны. Отсюда ее, соответственно, кредитоспособность снижается, потому что ей, соответственно, надо больше уже выплачивать. И отсюда как бы действие S&P по снижению. Если Испания обращается за финансовой помощью, здесь автоматически включается программа ЕЦБ по выкупу, по выкупу гособлигаций страны, теоретически это, возможно, повлияет на доходность, она не будет так сильно скакать, потому что ЕЦБ именно по этой причине приходит. И вроде бы как Испания должно быть полегче. – Ну, в этом случае логика понятна, да? И действительно, если рассуждать о последних событиях с точки зрения провокации какой-то, да? Давайте берите, давайте берите. Во благо же стараются ребята, во благо. – Ну да. Причем, я думаю, что… – А зачем испанцы упираются тогда? – Ну, смотрите, здесь тоже логика понятна. Все мы видели, что было как бы с Грецией, когда она обратилась за финансовой помощью. Сразу резко закрутили им все гайки по бюджетным расходам, по всему, по всему. С учетом того, что Испания – это далеко как бы не Греция, и там достаточно большое количество автономий, и население у них достаточно горячее, да? – Горячее. – Это может как бы обернуться не очень хорошими проблемами, ну, не очень хорошей дальнейшей ситуацией для страны. – То есть, власти Испании таким образом… – Они немножко, мне кажется, побаиваются. Они побаиваются, да, действительно, вот обращение, потому что для них тогда точно включатся жесткие меры экономии, из-за которыми будет следить тройка, неустанно ездить, проверять. Вот они немножко побаиваются контролем. – Еще один момент, который тоже хотел добавить, сравнивая Грецию и Испанию, если мы говорим о том, какие пути есть реально у страны, даже когда она получает финансовую помощь, все-таки когда-то отказаться от этой помощи, каким-то образом попытаться выйти из долгового кризиса. Это наличие возможности притока капитала. То есть, в данном случае, если есть какая-то промышленность, реальное производство, благодаря экспорту каким-то образом размер долга уменьшить. Если мы сравним Грецию и Испанию, то понятно, что здесь производственные возможности у двух стран разные. – Абсолютно, да. – Вот, поэтому это тоже фактор, который, может быть, пока немножко сдерживает Испанию обращаться за помощью. – Я понял, спасибо. Еще один вопрос от Константина. Вот его заинтересовал, в принципе, сегодня, да? Действие центральных банков, и он просит, ну, если можно, коротенько, просит объяснить, в чем разница между QE3, ну, или программами количества смягчений, да, и операцией «Твист», хотя формально она примерно то же самое, да? Олег? – Ну, если говорить конкретно, то все-таки не совсем то же самое. Если мы говорим о QE3, собственно, почему такое название изначально? Количественное смягчение. Благодаря увеличению объема денежной массы, благодаря тому, что количество денег в экономике увеличивается, стимулируется возможность, улучшается, скажем так, временно финансовое состояние участников экономики, стимулируется их, скажем так, их стимулирует к взаимодействию, к каким-то совершению каких-то сделок. А что касается «Твист», то это, по большому счету, замена одних долгов на другие, то есть, краткосрочных бандов на долгосрочные, с точки зрения регулятора, собственно, оборачивается, почему называется «Твист», оборот, то есть, идет замена, некоторая подмена. С точки зрения влияния на финансовую систему, по большому счету, цель одна у обеих программ, но только немножко разные сами по себе механизмы. И объемы средств, на которых эти программы строятся, они тоже немножко разные. Все-таки реально QE3 означает непосредственный вброс денежных средств в экономическую систему. Ну, то есть, QE3 – это такой, как бы, удар широким фронтом, да, «Твист» – это такой более, как бы, точечный. Локальный. Локальный такие. Я понял. Хорошо. Спасибо огромное. Еще один вопрос от Никиты. Значит, Никита у нас спекулянт на Форте торгует фьючерсом на доллар-рубль. И пишет, не дает мне покоя, не дает мне покоя ситуации в доллар-рубль. РТС может ходить на 2-3 тысячи пунктов, а фьючерс на доллар-рубль стоит на месте на 37,50. Про нефть вообще молчу. Причем объемы не самые маленькие в этом боковине, а открытый интерес не изменился. Второй планете. Кто держит рубль? Ну, и дальше крики его души здесь. «Кто? Скажите, кто? Надоело!» Это все Никита пишет. Кто держит рубль, Игорь? Я так понимаю, у Никите волатильности не хватает. Ну, безусловно. Видишь, он стоит, наверное, как вкопанный, а не какие-то спекулянт. Он хочет денег заработать, скорее. Ну, вообще, как бы, для валют свойственны не очень высокой волатильности относительно, как бы, индексов акций и сырьевых активов. Это, как бы, первое. Поэтому мы, наверное, все-таки не увидим, да, там, большой, как бы, волатильности в рубле, если не будет каких-то таких… Потрясений, конечно. Да, каких-то мощных, как бы, потрясений. Ну, и, в принципе, всегда, как бы, работая на российском фондовом рынке, на российском рынке с рублем, у нас есть, как бы, наш ЦБ, который, как бы, в любой момент может, как сверху, так и снизу стукнуть. Хотя сейчас он недостаточно сделал широкий коридор, и, в принципе, на рынок, как бы, не особо идет. Но все равно этот момент, он есть. То есть на вопрос, кто держит рубль, ты бы ответил ЦБ. Нет, я бы так не ответил. ЦБ в данном случае… Не держит абсолютно. Я тоже согласен абсолютно. Никакого прямого, так сказать, влияния действий ЦБ на курс рубля, тем более, рыночный, нет. Да, ЦБ последний раз оставил ставку рефинансирования, собственно, без изменений. По большому счету, при том широком коридоре, который мы сейчас имеем, говорить о том, что ЦБ каким-то образом влияет непосредственно на ситуацию на валютных рынках, я думаю, не стоит. А что касается каких-то факторов, которые могли бы действительно увеличить волатильность по паре, ну, смотрите, я вот в начале мы эфира говорили, что почему там рынок наш стоит, боковик. Ситуация на рынке нефти практически не меняется. Ситуация на рынке металлов не меняется. Значит, история с курсами валют по доллару и по евро, безотносительно к рублю, вообще там, к другим валютам, да и даже друг к другу, к большому счету, в последнее время тоже характеризуется боковым диапазоном. Поэтому, поскольку все-таки российский рынок фондовый, да и российская валюта, она является, скажем так, ведомой, независимой, ничего удивительного нет в том, что она пребывает в таком боковом диапазоне. Пока история с вот этим вот запуском, незапуском курса стабильности, вот эти механизмы стабильности в Европе, которая в случае того или иного исхода может повлиять на курс евро, и пока данные, вот о чем говорил мой коллега в начале эфира, о том, что пока данные вот эти вот по рынку труда и занятости в США и выборы после этого не повлияют каким-то образом на курс доллара, ждать какого-то резкого изменения и пробоя диапазона, наверное, не стоит. Поэтому такая и владелец небольшая. То есть, речь идет не о том, что сам по себе инструмент доллар-рубль на форте, это… Ну, это все следствие цепочки единой. Нет какого-то отдельного инвестиционного актива, который ведет себя отдельно от других, если только нет каких-то локальных прямо точечных архиважных новостей или событий. Ну, сейчас нефть себя немножко ведет, она выделяется из того, что действительно происходит. То же самое с начала недели мы видим падение, а нефть себя чувствует как бы хорошо и, в принципе, подрастает. Вот, наверное, один из таких поинтов этой недели – это несколько такое рациональное поведение нефти. Ну, вот я сейчас на спотовые цены смотрю. Действительно, рост нефти привел к укреплению рубля. Фьючерсные чуть-чуть отличаются, видимо, цифры. Но, тем не менее, на бирже непосредственно 3102 сейчас доллар-рубль котируется. РТС наш подрастает, ну, в моменте как минимум, 1482. Я думаю, что это непосредственно связано с тем, что нефтяные котировки. Ну, хотя это все-таки достаточно локальные изменения. Безусловно, конечно. Но это тренд, мы не говорим. Да. Если посмотреть на график нефти, да, уже последние несколько месяцев, мы четко увидим установление в боковом диапазоне. То же самое по рынку золота, скажем. Да, везде практически. Вот. Поэтому тут все в русле как бы одной тенденции идет. Так, хорошо. Значит, у нас есть еще вопрос. Константин. Нет, мы ему ответили по QE3. Мы ему ответили. Так, Андрей. Ну, все. Вопросов пока больше нет. Значит, мы продолжим. Ну, еще немножко времени осталось. Давайте я напомню. У нас сегодня разговор о том, что ждать в ближайшее время от рынка. Будет он продолжать расти или продолжать падать. Ну, и некие торговые идеи. Если можно, смотрите. Олег, Игорь, да. Если можно, в следующей, последней уже части мы можем озвучить некие вот эти сами локальные, да, какие-то идейки. Потому что в глобальном смысле, конечно, особых ожиданий, динамики никакой в ближайшее время у нас не рисуются, к сожалению. Ну что ж. Еще раз повторю. Значит, после новостей, которые мы слушаем, продолжаем и подводим итоги нашего разговора. Итак, продолжаем. Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Собственно, последняя часть нашей программы. Мы будем подводить некие итоги. Разговор о финансовых площадках, о ближайших перспективах движения инструментов этих самых площадок. В гостях, напомню, Олег Каберев, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Реконтраст», Игорь Нуждин, аналитик «Номосбанк». Я обращаю внимание, кстати, CP продолжает рост. 1443 текущая котировка. Нефть также растет. РТС чуть-чуть. Доллар растет. Значит, золото начало в отскок. 1772 в текущем моменте. Евро-доллар 1.2950. Ну, в общем, как-то так. Как-то так в прыжке все сейчас. Выглядит все в прыжке. Так, ну что ж. Значит, просьба следующая у меня. Вопросов пока нет. Если будут, кстати, уважаемые слушатели, телефон в студии, я еще раз напомню, 659-99-6, код Москвы 495, сайт finam.fm. Если есть еще желание и возможности, звоните, пишите. А мы, учитывая последнюю часть нашей программы, будем подводить итоги. Прежде всего, какие-то отдельные интересные идеи, учитывая вот общий такой скучный фон, Олег? Ну, я, наверное, начну с каких-то, ну, таких долгосрочных идей. Просто ряд бумаг, которые, по моему мнению, по мнению нашему, являются, ну, достаточно привлекательнее, несмотря на общий боковик, несмотря на то, что происходит на мировых площадках. Ну, хотелось бы выделить, начнем с бумаги, наверное, магнита. Хотелось бы выделить бумаги магнита. Компания достаточно растущая. И с точки зрения котировок, даже если быть более глобальным, так сказать, временном периоде. И с точки зрения финансовых показателей, с точки зрения стратегии, которую компания выбрала на, скажем так, экспансивное такое развитие, покрытие территории страны большим количеством торговых площадей, дифференциация сегментов. Сил хватит им, как ты думаешь? Я думаю, что пока есть колоссальный удовлетворенный спрос в их нише. Есть такие. Я подчеркиваю, в их нише, потому что ниши бывают разные. Есть ниша низкоценовая, высоко маржинальная. В их нише удовлетворенный спрос достаточно велик. Причем они ориентируются больше на регионы все-таки. Безусловно. Ну, потому что в той нише, которая занята в крупных городах и в столичном регионе, понятно, что им будет сложно туда войти, и поэтому они этого и не делают. Но вот разделение там дивизионов своих, после появления, например, косметического дивизиона, то есть когда они занялись производством продукции косметической парфюмерной под своим брендом, это как раз верество того, что… Они творчески подходят процессу, да? Они творчески проходят. И просто колбасы нафасовали, и типа ребята забирают. Они увеличивают торговые площади, в общем, развиваются достаточно неплохо. Вторая компания, которая тоже, на мой взгляд, достаточно интересно с точки зрения идеи, это компания «Уралкалий». Я уже говорил неоднократно, что компания в долгосрочном плане базируется на рост спроса на продовольствие, опосредованно, поскольку является одним из крупнейших, владельцами крупнейших месторождений по добыче калия. Калий используется при производстве калийных удобрений, соответственно, они необходимы для того, чтобы производительность сельскохозяйственное увеличилось для того, чтобы удовлетворить этот спрос. Который, к слову сказать, по данным ФАО, продовольственная организация будет только увеличиваться в ближайшие годы. Поэтому в долгосрочном плане эта идея хорошая. Еще интересно отметить ряд таких вот идей, которые, наверное, появятся в ближайшее время. Вот мы с вами говорили о том, что на рынке пока идей нет, но вот все-таки вот этот период сейчас характеризуется тем, что ряд компаний, несмотря на общую такую достаточно неопределенную ситуацию на рынке, решился на проведение IPO. Вот сейчас у нас Промсвязьбанк, сейчас у нас Мегафон планирует это делать. По всей видимости, просто многие отчаялись ждать дня лучшего и, по принципу, лучше синиться в руках, все-таки решили проводить IPO сейчас. Вот если говорить о Мегафоне, а вот Сбербанк, кстати, достаточно неплохо. Правда, там львиная часть капитала была представлена на международном рынке, но тем не менее, о Мегафоне говорить, то это будет вторая компания, которая в сегменте именно сотовой связи появится на рынке, потому что Мепелком в российском рынке не торгуется, МТС получит в своем лице конкурента. И понятно, что, наверное, часть интереса неудовлетворенного со стороны инвесторов перейдет в эту бумагу. А такой, чего там греха таить? Неудовлетворенный интерес есть, да? Конечно, есть. Потому что ряд секторов в России, он либо не представлен на фондовом рынке, либо представлен довольно слабо, при том, что, в общем, компании есть, и есть лидеры отрасли, но по тем или иным причинам на рынке не представлены. Это отдельная тема, говорить о причинах сейчас не будем. Поэтому, в принципе, такие вот идеи имеются. Они больше, наверное, подходят для долгосрочного инвестирования, для того типа участников рынка, которые мы понимаем, говоря об инвесторах, а не о спекулянтах. Мне думается так. Спасибо, Игорь. Ну, мне тогда встают спекулянты. Давай, давай. Ну, на самом деле, текущая ситуация, мы так определили, что это у нас боковое движение, где-то ориентировочно до конца октября, середины ноября. То есть боковое движение с какой-то определенной волатильностью. Ну, наверное, на таком рынке для спекулянтов лучшими, скажем так, бумагами для того, чтобы покупать там на падениях и продавать там на росте, являются высоковолатильные бумаги. К таким, в принципе, можно отнести там металлургический наш сектор, да, там наш энергетический сектор, ну и частично как бы финансовый сектор. Извини, я тебя перебью, я в очередной раз с удовольствием повторяю, что у нас со слушателями ментальная связь. Ну, связь из космоса. Вот мы начали, ты начал ответ на вопросы, да, которые я предложил, и сразу же вопрос, внутри этого вопроса возник у Андрея. Я его прочту, а ты дальше продолжишь, потому что об этом, собственно, и речь. Андрей спрашивает, у вас взгляд на металлургов сроком на 2-3 месяца, то есть до конца года, не слишком ли дорога по сравнению с остальными Северсталь? Вот такой вопрос. Ну, о металлургах. Ну, вот я именно здесь сделал акцент на металлургах и энергетиков не с точки зрения их каких-то фундаментальных привлекательностей или чего-то, а именно с точки зрения тех бумаг, которые там являются волатильными, и вот на таком рынке, в принципе, с ними можно поработать на свой страх и риск. Вот если выделять самые, как бы, такие волатильные, то это и среди металлургов это Мечил, а вот среди энергетиков это, наверное, там, холдинг МРСК, вот как-то вот. Если с точки зрения спекулятивных... Спекулятивных, да. А вот если с прицелом уже ближе к концу года... Ну, если говорим о металлургах, то там, на более длительном периоде, я бы, наверное, Мечил не стал бы сюда включать из-за того, что компания испытывает достаточно большие проблемы. Он на короче. Чуть более длительный период, то, наверное, те компании именно в металлургическом секторе, которые обеспечены, ну, такими законтрактованными, скажем так, рынками сбыта. Частично, к слову сказать, Северсталь, НЛМК и отчасти Норильский Никель, но лишь отчасти, поскольку динамика его, цена его акций зависит от того, что происходит на рынке драгоценных металлов цветных, вот. Ну, сейчас пока там такая боковая ситуация, и бумага на своих локальных минимумах за последнее время сейчас находится, в принципе, ее можно приобретать, наверное, больше с точки зрения спекуляций. А что касается магнитогорского металлургического, наверное, бы не рекомендовал, по причине того, что пока финансовые показатели не позволяют говорить о долгосрочном инвестировании. Ситуация с необеспеченностью сырьем, она остается, срыв сделки по покупке сырья в Австралии налицо. Это все, в общем-то, повлияло на бумаги. Не знаю, я по металлургии пока с точки зрения долгосрочного инвестирования, даже на срок 3-4 месяца, но каких-то больших, сильных идей я пока не вижу. Вижу идеи в телекоммуникационном секторе, помимо того, о чем я говорил, помимо бумаг Мегафон, никто не отменял интерес к бумагам МТС и бумагам Ростелекома. Ростелеком, по сути, единственная компания, представляющая фиксированную связь на российском фондовом рынке, причем и привилегированные обыкновенные бумаги достаточно ликвидны. Можно спекулировать как на привилегированных, так и на обыкновенных бумагах, можно под дивиденды покупать. И еще одну важную вещь я хотел бы сказать в завершение. Многие компании российские, несмотря на общую неопределенность на рынке, стали довольно большое внимание уделять вопросам своей дивидендной политики. Многие компании стали пересматривать уставы, и многие компании решили выплачивать не только годовые дивиденды, имеется в виду из голубых фишек, но и промежуточные дивиденды за какой-то там период времени. Ну, они уже сами определяют какой. И поэтому, в принципе, возможность для возникновения спроса в тот или иной период на эти бумаги, она увеличилась. То есть причина, в чем вот эти самые компании пересматривают уставы? Они пытаются таким образом привлечь спрос. Ну, опосредованно капитал, хотя мы понимаем, что для розничных миноритариев, с точки зрения компаний, вопрос не стоит в притоке капитала глобальным. Скорее, имидж финансовой компании. Ну, дивиденды все-таки это розница в основном интересуется. Ну, все зависит от пакета, конечно, но для миноритариев, конечно, безусловно. Это фактор очень важный, и в отличие от, скажем, рынков развитых, где вопросам дивидендов уделяется достаточно большое значение, до поры до времени российские эмитенты достаточно успешные, у которых достаточно большие суммы прибыли образовывались в результате отчетных лет, они либо вообще не направляли их на дивиденды, либо направляли малую часть. И таким образом сформировалось такое представление у инвесторов, что на рынке есть ряд, скажем, дивидендных бумаг, по которым относительно высокая доходность и ряд остальных. Ну, мы так их и называем. Ну, да. Ну, сейчас, да, действительно смотрят на бумаги, которые платят дивиденды, и это еще связано с тем, что, как было правильно отмечено, у компании прибыль есть, прибыль растет, но при этом не растет капитализация. И отсюда получается, что при нерастущей капитализации и растущей прибыли – хорошая дивидендная доходность. Кстати, вот в этом случае я, собственно, соглашусь с вами, да, вот это вот переориентация на дивиденды с точки зрения глобальных, ну, я имею ввиду наших старших братьев, да, это выглядит так. Ну, это вполне очевидный процесс. Наш рынок из разряда новорожденного превращается в разряд юноши, и, в общем, собственно, проходят те стадии, которые проходили развитые рынки когда-то давно. И, собственно, сама логика развития фондового рынка нашего, она подсказывает, ну, там, крупным компаниям тот факт, что в условиях, когда курсовая стоимость бумаг растет, не растет или растет слабо, да, помимо спекулянтов есть еще целый пласт участников рынка, которые тоже как-то нужно либо удержать, либо привлечь. Потом, вам-то спекулянты не нужны в первую очередь, да, я имею ввиду сейчас в адрес этих самых эмитентов. Вам-то нужны прежде инвесторы, правильно, долгосрочные? Безусловно. Согласен. Спасибо огромное. Значит, смотрите, вы будем заканчивать, подводить итоги. Прежде всего, я благодарю моих сегодняшних гостей. Напомню, в гостях Олег Абелев, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Риком Траст» и Игорь Нуждин, аналитик «Номос Банка». Значит, мы сегодня говорили о возможности возобновления роста или падения, но, как оказалось, в ближайшей перспективе ни того, ни другого мы не увидим, да, планируется некий боковик, хотя, наконец, октября, начало ноября, и, ну, так скажу, запланировано движение, да, запланированы важные макроэнергетические события, в частности, выборы президента Соединенных Штатов Америки, и отсюда вполне возможно какое-то движение. Уважаемые слушатели, небольшой анонс. «Дороги убийцы. Кто виноват и что делает?» На эти непростые вопросы сразу после выпуска новостей будет искать ответ Юрий Пранько и его гости. Сенатор Владимир Федоров, адвокат Сергей Радько и журналист «Пчастов Субботин». Проключайтесь к разговору. А я благодарю вас за внимание. Всего хорошего. Успехов на рынке. До свидания.